Продолжение следует... И Денис Казанский. 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 Как это вообще может быть? Можно представить, как можно завалить за United, за Ливерпуль, за Арсенал, за все что угодно. За Милу Уолл. За Милу Уолл, да, в конце концов. Ну, не за Сити. Ну, у меня все время так спрашивают. Ну, я выбрал Сити давно, еще 10 лет назад, когда только начали, когда Давид Силба пришел в команду и почему-то пытался выбрать или Топ Тоттенгем, или Манчестер Юнайдет, или все болели за большие клубы. А в Манчестер Сити в то время не был большой клуб. И я, как всегда, хотел найти свою команду. И получилось так, что выбрал хорошую команду. Не было шейхов еще? А они только пришли. Вот. И получилось так, что мне понравились цвета, конечно, очень красивые. И я даже помню, когда первый раз поехал на дерби Манчестер Сити и Манчестер Сити. Я думал, что будут все фанаты Юнайдет в городе. А оказалось, что город Манчестер Сити – это Манчестер Сити город. Ну, хватит. Серьезно? Да, но хватит. Я спросил даже людей, когда ходил по городу, говорю, а где все Юнайдет болельщики? Они говорят, они все из Лондона едут. Я миллион раз был в Манчестере и вообще болельщиков в Сити никогда не видел. Ну, кроме стадиона на Этихайдео, там они есть. Нет, нет, серьезно. Если в город поедете, в город сам Манчестер Сити – это команда Манчестер Сити. Нет, давайте на Ливерпуль накидем. Ну, не так это. Может быть, это как в Подмосковье живут болельщики Ман-Сити, а в Москве живут болельщики Ман-Юнайтед. Ты сравни парад с парад Манчестер Юнайтед, парад Манчестер Сити с автобусом. Нет, парад, да. Просто парад привезли людей. На кого там приводят? Нет, в Ливерпуле – это правда. В Ливерпуле – Эвертон. Там это городской клуб. А вот в Ливерпуль там прилетает огромное количество классных. Вот это я с вами глазами видел, но с Юнайтед – ну как? Проверьте это, честно говорю, потому что я когда ездил даже с Лондона на Манчестер Сити на дерби, и все Юнайтед ехали в поезде. Только один этот сидел со мной рядом в Галагер, певец из ОАСИС. И он сидел в одном вагоне со мной, кстати. Большой болельщик Манчестер Сити. Остальные все приезжают, приезжают. Третий, да. Вот и рассекретили. Да. Что мы пьем? А сегодня, так как дебют, я думаю, у Дариса вообще никогда не пил, да? Нет. Сегодня мы такой прям топовый чай попьем. Называется «да хун пао», что в переводе «большой красный халат». Там большая легенда, что, а его преследуют, что один старец пришел к императору, который очень сильно болел, никто не мог его вылечить. И он говорит, я заварю тебе чай. Да нет, у меня есть лекарь и там еще что-то. Ну, просто попей. И он, в общем, был при смерти, и он ему заварил вот этот чай какой-то непонятный, тогда не было названия. И он выздоровел. И император дал со своего плеча вот этот халат, который стоил кучу миллионов юаней тогда. И так его прозвали. Ну, интересный. Он точно будет необычный и, в общем, вставит нормально. Это опасно. Дарис, можно представить, как в Омске начинаешь в футбол играть? Да, ну вот как Дима. Да, я просто сам из Омска, да. Мне просто интересно послушать про твой путь, начало в хоккей. Потому что для моего города, где зима 8 месяцев не свойственна, было на футбольную карьеру. Ну, можно представить? Ну, как можно? Ну, я играл, тренировался на стадионе, на снегу в минус 30. Ну, какой это футбол? Это мучение. Ну, так по сути. Ну, да. Ну, хотя бы, ну, митвай и хоккей вообще не монтируется. Ну, почему же? Ну, вообще. А традиции? Ну, баскетбол, да. Футбол, ну, какая-то степень. Ну, хоккей-то вообще нет. Ну, я начал... Я начал играть, потому что мне понравилась хоккейная форма. И меня никто туда не водил, ни папа, ни мама. Просто получилось так, что пришел тренер. Мне было 8 лет. И пришел тренер у нас в школу и сказал, кто хочет играть в хоккей. Я говорю, вот, давай я буду хоккей играть. Один? Ну, там у нас команда была игроков 20, собрали моего года. 72-го, 73-го вроде. И потом я помню, что в конце этого года, когда нас собрали, у нас команда была 8 игроков и вратарь. Вот. Ну, я начал играть хоккей сразу. Мне понравился этот спор, потому что я понял, что я могу вылить свою агрессию. В 8 лет тоже злой был? Не злой, но я мог там, в то время можно было толкаться уже 8 лет. И понял, что это может прикольно. И получилось так, я никогда не забуду, когда я 1 садил коньки, у меня были не фигурные. Мне только сточили зубцы впереди. И я стал на лед 1 раз в жизни и поехал, как будто я все время катался. Не, серьезно, я сам удивился. Я помню, до сих пор помню, я выхожу, стою около бортика, стою на лед и поехал. И такой, думаю, нифига себе, что это такое? Как я это могу уметь делать? Просто я не умел поворачивать налево и тормозить налево. И мне занял 4-5 лет научиться, чтобы чувствовать себя нормально. До сих пор даже я, когда катаюсь, мне легче, более уверенно тормозить с правой стороной или убегать на правую сторону. Может, это все так себя чувствуют? Я не спрашивал у никого пока. Но я знаю, что это была такая вещь, что мне понравилось. Мне выгоняли, кстати, вот говорят, у меня даже когда было 90 лет, мне тренер выгонял пару раз из этого, из хоккея, потому что во время игр, когда он захотел в раздевалку, на нас кричал, а я у него кидал в 10 лет перчатки. Потому что, вы представляете, он мне выгонял, я помню дома спал, а у меня в то время по-русски еще не говорил. И он мне темно, тренер был русский. Может, я его не понимал просто, что он говорил. И я приходил домой, и я помню, да мне папа все время ложил спать в 9. И я лежу, и тренер приходит, и они по-русски говорят, что твой сын сумасшедший, но он очень хороший хоккеист будет, наверное, и пусть завтра приходит обратно на тренировку. Они все время играли между собой по-русски, что мы его не понимали, потому что я по-литовски играл дома. И так вот туда-сюда мне брали, и я никогда не забуду, что, конечно, мой первый тренер, который мне повезло, потому что у меня все время учил кататься, ну, катание. Я думаю, это очень большой плюс, что я хорошо катался. Ну, я так думаю. Но когда я играл, помню, Nintendo эти игры всякие, PlayStation, все время показывают, что я плохо катаюсь. На компьютере. И так я начал хоккей играть понемножку. Но я еще заметил, знаете, что у нас все время была возможность покататься утром в Литве перед школой, да? Ну, все могли это делать. Никто не приходил, только я один приходил. Я так ненавидел это, но я все время утром вставал, там, в 6 утра, шел, катался один, даже тренера не было. Это каток закрытый? Ну да, но там у нас не была стройка была, у нас каток строился долго, как стадион «Зенита». И просто были все 80-е годы, я помню, которым можно было заходить через окно, там не было ничего такого. И я катался утром, и потом шел в школу, и потом опять катался. И у всех была эта возможность, но я делал один. Не знаю почему, но сейчас понял, потому что это была моя, как говорится, судьба, наверное. Тебе надо было, ты же понимал, что в таком возрасте, что тебе надо было. Я не понимал, что я хотел, но я что-то не знаю, мне так это понравилось, и я все время хотел быть лучшим. И почему у меня все время... У нас был в команде еще один парень, Дайнис Бауба, он потом играл, его взяли в 13 лет в «Сокол» Киев, а меня не взяли. И меня это так завело, потому что думал, что он и я лучшие игроки команды, меня не пригласили туда. И меня взяли в «Динамо Минск». Ну, я приехал в «Динамо Минск», и получилось так, что меня поселили в деревне, там с каким-то, я помню, парня звали Чук. И я просто там не мог жить, и позвонил маме, не позвонил, не знаю, написал письмо, не знаю, был там телефон. И меня мама приехала на поезде, там рядом, и забрала домой. И я так оказался опять в «Литье», еще один год, и в 14 лет меня нашли в «Динамо Москву», мы играли с «Динамо Москвой», и Валерий Иванович Васильев меня нашел во время игры, он был хорошо поддатый, во время игры подошел, и со своей скамейки пришел к нашу, и говорит, ты тут такой, ты мне нравишься, будешь играть в «Динамо» в Москве. Я такой, «Динамо Москва, нифига себе», и так я оказался в «Динамо». А расскажите про Литовскую, это 80-е годы, примерно до начала. Я просто конец 80-х застал, там форма, я и сам из Липецка, чудовищная форма была хоккейная. И у нас был выезд один в Таллинн на международный турнир, и нам тренер сказал, возьмите с собой несколько бутылок водки, потому что вы сможете после игры с финнами, можете их обменять. На форму? Да, и я поменял две бутылки водки на пару коньков, каких-то там прям, я не помню, как они назывались, супермодных, но они были малы, и я их потом кому-то скинул, эти коньки. Ну, в общем, это был ужас, мы выходили в каких-то ошметках, все подшивали бесконечно. А как в Литве было тогда? Ну, то же самое, у нас ничего не было. Я помню, все время, когда я видел финнов, да, они как будто приезжали с другого мира. Они все-таки были в цветах, и у них это было. А мы, у нас форма была проблема. Я все время помню, просили клюшек, клюшки там, чтобы после игры, чтобы давали, дайте клюшку, пожалуйста, дайте клюшку. Это с кем играешь, да? Да. Ну, такой-такой унижение, на самом деле. Ну, ты не думаешь про это. Сейчас, да, тогда не думал. Слушай, мы раз играли в Литве на чемпионат Литвы, я помню, и у нас приехала команда, нам было, наверное, по 12 лет, и команда приехала или с Чауля, или Таураге, там, в городах есть, и у них был тренер-женщина в то время, и Вартер был, в валенках стоял, на воротах, и ребята между периодами курили на скамейке. 12 лет, мне серьезно. Это профессионалы были. Ну, суровые. Литовские копейки. И мы их обыграли что-то 42-0. Вот. Нет, я никогда не забуду, что игроки куришь или? Да. А ты помнишь свои первые бутсы? Бутсы, конечно, помню. Было весело. Ну, скажи. Ну, как, от отца достались. Только у него был 42-й, а у меня 37-й. Ну, а ты одеваешь гетер и одеваешь, если на носочек, и понятно, что ты выглядишь как клоун. Ну, ты в бутсах, все. У тебя уже не важно, как и чего будешь играть, но ты в бутсах. Ну, так и было. Брали у старших товарищей, естественно, донашивали, все. Ну, как обычная история. Было смешно. У меня еще ничего не поменялось. У меня сын играет в футбол, я ему все время даю, ему 5 лет, ему даю ботинки своего 9-летнего сына. Потому что легче их одевать. И он сходится больше этих. И еще у меня 3 года сын, а он одевает, которому 5 лет. Не, ну, это удобно. Он не играет в чем-нибудь. Наш товарищ большой, Андрей Николаевич, рассказывал сумасшедшую историю, что когда вы приехали в «Динамо» московское, зашли и в одном номере жили. И вы поняли, что это тренер? Нет, думаю, это, во-первых, мужик с вокзала какой-то. На командировке. Я покинял в окно, я думал, что там стоит какой-то большой этот машина, что он на фуре, да, приехал. Не, не, серьезно. Я когда зашел первый раз с «Динамо» призади, приехал с Литвы. И думал, что я говорю по-русски. Я понял, что я по-русски вообще не говорю. И зашел первый мне с белорусского вокзала. Не знаю, как я доехал, не помню. Может, привезли. И захожу в общежитие, и там сидит мужик в волосах такой, раздетый. Я такой еще зашел. Он говорит, здравствуйте. Он говорит, здорово. Меня зовут Дарья. Он говорит, меня зовут Андрей Васильевич. Мне хорошо, очень приятно. И все так, знаете. Он пошел спать, я подожрал, пока он снят, потому что не знал, что может быть. И на следующий день пошел раздевалку в «Динамо» на первую тренировку. И он сидит в раздевалке. Думаю, нифига себе, может, тренер? А оказывается, что он был игрок. Вот. Но Васильич Катас очень не умел. Несерьезно, когда приехал в «Динамо», он просто не катался. Я думал, что он игрок-хоккей на роликах. И его, не, и что значит характер, и что значит… Чем прикольно было в то время, потому что все приезжие ребята, кто приехали в то время, все играли в «Анхелл». А все москвичи, которые были в нашей команде, никто никуда не пробился. Я думаю, это… Ну, давайте их перечислим. Яшин. Леха, яшин. Но приехал попозже. Он приехал уже в Новогорск. А так я жил с Николишиным, Ковалев Леха, Владислав Бульин, но все равно он достиг какую-то карьеру большую. Вот. И потом еще там было пару ребят, я не помню их имена, но они не так заиграли. Ну, было весело. Слушайте, мы жили, мы все время искали еду, потому что есть не было ничего. И было такое время, я помню, просыпались, уже не было родителей, утром просыпаешься, а через водный стадион, не знаете, там есть трибуна, и там было общежитие. И надо идти через поле в сторону метро. И когда утром просыпаешься, зимой, если много снега, мы никогда не шли в школу, потому что никто не хотел делать первую дорожку. И мы все время там открываешь, ох, сегодня намело, давай поспим. И дальше это. Ложили спать. И так мы сначала без родителей там два года жили на этом водном стадионе, пока он не сгорел. Но тоже не конечно сдал, что поехали в Литву довольно быстро. Не, получилось так. Я, кстати, в футбол, вот. Я обаял за жальгресс Вильнюс раньше. И когда вот это Спартак, там приезжали в Литву, я никогда не забуду, я пошел на жальгресс в Литве. И Спартак приехали болельщики, мы говорим, мы сейчас будем сбить. Стоим, а в Спартаке в Спартаке в то время ездили большими, ну, большой, там, не знаю, человек на тысячу приезжало болельщиков. Мы такие стоим, а они идут в стадион, в Спартак там кричат с вокзала прямо. И мы такие думаем, нифига себе, сколько народу. И мы, короче, в Литве убежали от них, потому что могли получить это по голове. И получилось так, что я приехал в Москву первый год. И после первого своего сезона поехал в Литву на лето и вернулся обратно на второй сезон в Москву. И пошел на футбол. Первый был футбол Жальгресс-Спартак. И меня забрали в милицию после этой игры, потому что мне не было 15-16 лет. И у кого не было 16 лет, нас забрали сначала в автобус, у кого был паспорт, отпускали. А у кого не было паспорт, забрали в милицию. Ну, не участковый, короче. Я позвонил одному отцу из команды, это Эльдара Мухаммедова, братаря, отцу Рафика Адулович. Он был тогда, в то время, ресторан советский был, гостиниц советский. Он был там самый крутой чувак. И я ему позвонил, Рафика Адулович меня называли милицию, может меня забрать обратно оттуда. И он приехал туда, забрал меня и еще там пару литовцев, ребят, у кого не было 16 лет. Я на следующий день пошел в Динамо, опять жаль, говоришь, и в Динамо стадион опять автобус забрал, отвез на Белорусский вокзал и туда прямо затолкал на поезд. А еще я такой, я говорю, мне надо здесь остаться сначала, думал, ну знаешь, что здесь Динамо играй. А там литовцы говорят, ты что здесь будешь делать, ты что с ума сошел? Я говорю, ну ладно, давайте, не буду бросить хоккей играть, поехали домой. И приехал домой на поезде, погулял там еще весь день, пока добрался до своей деревни. И прихожу домой, вечером весь грязный, и мама говорит, ты что здесь делаешь? Я говорю, все, мама, я закончил с хоккеем, приехал обратно в литву жить. И она такая, ты что с ума сошел, что ты здесь будешь делать, так нельзя. И позвел ему тренеру, и мой тренер приехал на машине в тот же день на девятке или на восьмерке, еще девяток не было. И отвез обратно Москву меня в тот же день. Я помню, плакал, ехал в машине, говорю, как так можно? И мне привез прямо в спортивный комитет спорта, в то время было, и меня взяли в сборную СССР на следующий день. Представляете, я мог все потерять. И я попал в сборную СССР, мы поехали в Сочель куда-то на сборы, и первый раз я поехал в жизни в Швецию. И потом я уже в 15-16 понял, что иметь свободу это хорошо, что мама и папа не нужны. И получилось так, что такой был у меня период в жизни, что все-таки маленький еще был, скучал по родителям. Ну что, снова друзья наши из Винлайн дают нам огненные матчи. Да, лям. Будем биться? Потому что пока пустые. Ну у меня вообще пустота. Я тоже. Наполи, Барселона, первый матч в этом квитке. Ну точно, Барселона победит и забьет больше трех с половиной. Да ничья будет. Да, хорошая. Да в Италии ничья. Какая Барса? Ничья. У тебя больше трех с половиной забьет. Челси, Бавария. Бавария победит, но забьет меньше трех с половиной ничья. А я думаю, что Фрэнк Лэмпорт укатает. Вот ему Манчестер по носу дал. Он сказал, что ночь не спал после этого. И сейчас как вот так все. Выспался. Выспался и Челси победит. Леон Ювентус. Криштиан. Леон не проиграет. Вот и я думаю, Леон не проиграет. Сошлись. Да. Реал Сити. Я за Сити. Я за Дариуса. Олимпиакус. Ничейка. Ничейка. Пеп Гвардиола, я думаю, что что-нибудь там намутит. А потом решит все уже у себя дома. Арсенал Олимпиакус. Я, кстати, первую игру комментировал между ними. Ну, это не говорит о том, что ты угадаешь вторую. Совершенно верно. Я за Арсенал. Это понятно. Олимпиакус вообще пустой. Как выяснилось, там били, пыгались, тыжились, пыжились. С разницей в два мяча победит. Три плюс. Сильно. Ну, это посмотрим. Вот и игра между нами тоже на миллион. Ну что, друзья, играйте вместе с нами, побеждайте. А ссылка в первом комментарии. Я никогда не забуду, когда меня взяли драг в 92-м году. Наверное, на счет Анхэл. Я начинал сезон в Динамо в 92-м году. Я уже начал в Динамо играть в чемпионате. Мне подходит Стивлинг, говорит, хочешь в Америку ехать? Я говорю, хочу. Все, до свидания. Меня отослали в Анхэл. Я даже как-то удивился. Я еще помню, Жигули купил дома сейчас. Буду рассекать. Я оставил это Жигули. Я оставил прямо на Новогорске на базе. Ребятам, чтобы они ездили на нем. И подарил, короче. А Жигули там номер брали какой-то свой? Да нет. Тогда не было такого. Нет? У меня даже прав не было. У меня был заслуженный мастер спорта. То есть как купить машину без прав? Ну, я так получилось купил его за наличку. И когда мне менты останавливали, я все время показывал им, что я заслуженный мастер спорта. И меня отпускали. Так у нас сейчас тоже показывают все после чемпионата мира. Все ЗМС показывают все. Нет. В то время еще можно было. Я никогда не помню. Я один раз ехал в неинтересном состоянии за рулем. И при выходе из города, когда было окружено это, когда ездишь из центра в Химке, там же был пост ГАИ. Я это хотел писать. И прямо остановился с этого поста ГАИ. Вышел и пописал за них за трубку. За будку зашел. Мельсенец, ты что с ума сошел? Он говорит, я не могу. И он говорит, ты еще пьяный? Я говорю, ну так, немножко. Я ему дал 50 долларов. Он говорит, только аккуратно, пожалуйста, езжай. И никого не сбивай. И я отпустил меня. Раньше было, раньше да, даешь там соточку и тебя с мигалками сопровождают до базы. Да. Ты это уже давал, да? Не-не-не, я про историю расскажу, чужие. Ну, скажи. Да не могу рассказать. Просто взрослых людей. Ну да, было дело, там останавливали пьяные. А, так. Он говорит, так, 100 долларов до базы. Дай они две мигалочки. Ну, и ты едешь спокойненько. Я думаю, сейчас тоже самое. Ну, скорее всего, деньги все подороже. А в Америке так можно? Вот, кстати, в Америке, я когда в Америке же был, я попался пьяным здоровьем в 92-м году. В 93-м еще случилось. И 93-м уже. И мне, я думаю, это смешно. Я думаю, а сейчас меня отпустят, хоккеист. И я помню, во-первых, как было, я вышел из ресторана, и стояла полицейская женщина. И говорит, вы пьяный? Возрулей не можете сесть. И говорю, окей. Она уехала. Думаю, слушай, я живу пять минут. Да пошла она. Сел за машину, за руль и поехал домой. И смотрю на сзади, начал за мной ехать сзади. И думаю, слушай, я BMW 740-ая. Женщина-полицейская. Она меня не догонит. И на гашеточке, да? Да. Она за мной, за мигалками. Я помню. И я не вписался в поворот. Хотел повернуть и правой в гараж, чтобы въехать. И не попал. И поехал прямо. И когда я остановился, за мной уже 7 машин ехал сзади. И такой ухожу. Здравствуйте. И сразу у меня раз. Наручники. И туда это. Не в тюрьму, не в тюрьму. Отвезли. Никогда не забуду. И сказали, можно звонок сделать. Я позвонил не жене, тогда еще была my girlfriend. Я позвонил. А полицейская женщина была. Говорит, это здравствуйте. Она по-английски. Жена плохо говорила. Говорит, у вас муж здесь. Надо как-то кому-то приехать его забрать. Или там это это. И она повесила трубку. Потому что думал, что она девушкой обманывает ее. И получилось, что я там сидел 8 часов, пока мне агент не приехал. Мой агент приехал, меня забрал оттуда. И была такая неприятная вещь. Ну, короче, такое было, что было весело вспомнить. Но на следующий день было все это в газетах написано, конечно. Тогда еще не было соцсетей. И решил я... Мне было еще 20 лет. Мне вообще нельзя пить 20 лет. Потому что 21 год. И решили мне права на один год. Но это не самое худшее, что могло случиться. Ну, дали мне разрешение ездить на работу туда-обратно. Меня, конечно, нарушалось. То есть права в прав нет? До тренировки и обратно. Можно ехать из дома и до тренировки и обратно. Как домашний арест. Тяжело было пройти в 20 лет? Там в России было мало денег, там еще что-то. А там в НХЛ сразу же контракт. Со 100 долларов на несколько тысяч. Свобода. Я никогда не забуду, там первую заплату дали. Мне не количество, кстати. 100 долларов мы должны были поделить пополам. 50 долларов динамо. И я поменял в 100 долларов по двадцатке и сказал, что это не количество, что только ему 40. Положил. Так что Андрюхович еще 10 долларов. Когда я приехал в Москву и из Москвы в НХЛ, я не вообще не понял, что такое деньги. И не понимал, что такое цена. Я даже не смотрел на цены, когда покупал вещи. И я, конечно, купил пару вещей, которые там. Ребята старой, старшей команде удивлялись просто, как он это может покупать. Курку и Версачи за пять тысяч долларов. 90. Представляете, наверное, сейчас 50 она стоит. Вот. И пришел в команде. И пришел. У меня были Версачи ботинки кожаные. Кожаная курка. И прохожу в раздевалку. И тренер стоит. Очень великий тренер был. Алл Арбор. Вот он так говорит. Ты че, я-мое? Ты где свою лошадь отставил? Ну, как будто я ковбой. Вот. И... Ну, мне первый год было весело. У меня не было ни кредит-карточек. Тогда еще помню. Я все время возил с собой кеш в кармане. И все время почему-то брал пять тысяч долларов с собой. В поездку. Думаю, что-то нормально. Поведение. И пустой возвращался всегда? Да. После первого сезона у меня ни копейки не осталось. Я в дом брал у соседа. Весело. Здесь покупаете в Жигули. Там покупаете БМВ. Да. Я помню, Вова купила Малахо 8850 БМВ. А в то время как будто Феррари. Представь приезжать два молодых игрока. Они там съездят на джипах, на этих траках. Эти все старики. А он, Вова, покупает машину за 80 тысяч долларов. В то время там люди получали 80 тысяч долларов в год. А я получаю, покупаю машину. Я боялся купить большую машину. Потому что после Жигули, думаю, надо купить что-то поменьше. А он говорит, слушай, у меня машина только 2 сидений. А если родители приедут, надо машина, чтобы была побольше. Я так купил 740 БМВ. Чтобы было поменяться иногда с ним. А моя машина там стоила 70 тысяч долларов. Вот. И представить два молодых на таких тачках разъезжать. Я еще первую команду имел, первый мобильный телефон. Моторола. Выходил в 19 лет. И с отделкой разговаривали. С задерживающей крышкой тогда. Да. И они все просто обалдевали. Но если ребят моих спросить, которые со мной начинали. И когда я начал с ними, они просто расскажут такие истории. Они просто любили меня. Не, но история про машины, на самом деле, это нормальная история. У меня такая же была в Марселе. Ну, как бы, ты молодой, тебе хочется это. Я тоже приехал, получается, в Марсель, там, 21 год. Ну, там, все покупают Peugeot, там, 407, на дизеле. Там, чтобы расход был 8 литров. А я там, у меня были все деньги. Я заказал там у товарища в Германии Mercedes, цел 600. То есть еще в тюнинг его. Все туда нафаршировал. И мне привозят его во Францию. И я приезжаю на базу. И они такие все смотрят. Чувак, ну, ты не охренел? Ты чего это приехал? Тебе 21 год, а ты приехал на 600. Там, там, Лорензер, все дела. Там, 22-е катки. Я такой, ну, а что? Ну, он, видишь, ездит на Peugeot 407. Там, вот этот, Citroën. Ну, так, я говорю, ну, а что делать? Ну, такая вот история, не знаю. Ну, да, ребята, особенно с Россией, они любят машину. Все любят машину. Все любят машину. Вы переехали в Москву, не знаю, русский язык особо. Да. В Америку. Не знаю, английский язык. Вообще, как это были первые ощущения? Вот видите, даже с Вова сравнить, Вова все время стеснялся разговаривать. Я даже интервью давал уже первый год. Пошел на телевидение и давал интервью на сломанном английском. Сейчас, когда смотрю, конечно, смешно. Я так, и журналисты надо мной издевались. Вот. Вот. Как я говорил на сломанном английском. Ну, у меня не было, как говорится, я не стеснялся. Я разговаривал со всеми. У меня был сосед по комнате. Мы все время, когда ездили, я с собой возил словарик. И смотрел все время телевидение. Телевизор у него спрашивал все время, что ты услышал там слово, например. Я говорю, покажи мне слово в этом словаре. И так и учил английский. И нормально. Я после года уже нормально говорил по-английски. А ты на французском как говорила? Ну, сначала вообще. Сначала со мной никто не хотел разговаривать в раздевалку. Потому что я... Ну, я пришел в раздевалку, правда. И, ну, пытаюсь там, где, куда сдать это все. И они вот так вот отворачиваются. Я говорю, так, в чем дело? Я знаю, они все по-английски разговаривают. Он один в Англии играл в Челси, там, Бортес, Лебев. И потом, в общем, они мне сказали, что, типа, если ты научишься разговаривать, говорить по-французски, тогда будешь с нами общаться. Ну, так мне задело. Я пошел учить. Каждый день ходил там заниматься с преподавателем. Сначала сесть как собака. Понимать понимаешь и сказать не можешь. Потом в магазинах, ну, вот эта бытовуха. Русский язык вообще у меня не было. Потому что никого не было рядом. Ну, я потом заговорил. Начали все уважать. Прям все. Интервью давай. Причем я выучил разговорный и литературный. Там, оказывается, есть мысленный зал сначала. То есть там не можешь сказать, там, бля, там, вот это, в интервью, там, чё, как, там, вот такого. Ну, класс. Ну, было непросто. Но сразу тебе отношения прям меняются. Да. Кардинально. Ну, да, люди уважают. Особенно показывают, что ты просто чувак и хочешь общаться, пытаешься общаться. Некоторые все время бывало такое в начале 90-х про русских, что они не хотят ни с кем общаться. И Ван Хелл даже. И все время говорили, что, слушай, почему он там ни с кем не разговаривает, ни с кем это, это. Ну, тяжело. Ребятам некоторым было тяжело перейти эту культуру. И я помню даже мы с Вова Малахом поначалу кушали пельмени перед игрой. Потому что не понимали, что такое. Я приемел, но перед игрой там макаронам есть, курицу там. Мы ездили, был ресторан, назывался Давыдов. И туда пельмешки поели перед игрой и поехали играть. Потом мы поняли, что это неправильно. И поняли, что надо есть, как американцы. Ну, я набрал, кстати, я переехал 87 килограмм весил в Ман Хелл, а после первого года весил 100. На пельменях? Ну, не знаю, на чем. Фастфуд? Там не только. Я никогда не забуду. Я все время заказывал все самое дорогое в ресторане. Приходил в ресторан и ничего не поняла. Говорю, вот аппетайзерс вот это дайте за 20 долларов. И дайте на основное блюдо вот это за 40. И мне не раз принесли каламары. Кальмары пришли на аппетайзерс маленькую, а на второй принесли по той же самой, только побольше. То же самое, короче. Я так понял. Мне нам пришлось учиться это меню. Сначала ничего не понимал. Вы туда приезжаете миллионером, возвращаете страну, которая в разрухе. 90-е годы. И опять же, возвращаясь к Андрею Васильевичу, у него же были очень серьезные проблемы здесь. С рэкетом, со всеми делами. Потому что тут люди приезжают с такими деньжищами. И всякие спецоперации были. Вы не сталкивались с такими вещами? Ну, я мало приезжал, потому что я все-таки не жил в России. И я приезжал в Москву первые, да, после первого сезона приехал в Москву. У меня просто была более возможность потусоваться и подчудить, когда уже деньги есть, можешь подчудить. Я помню, ездила в казино Метелица или клуб Метелица. Это был в хоккейной форме. Вот. И меня не пустили. Я удивился очень. Вот. Потом я помню, я поехал на вечеринку в шортах на лодку. И мне жена сказала, ты куда? Ну, после вечеринок я пошел тусоваться. Она говорит, ну, куда он пойдет в шортах, правильно? В майке никуда не пустят. Я приехал тоже в ту же самую Метелицу. Купил у таксиста одежду. Переоделся и пошел туда танцевать на тусовку. Купил как Швастнеггеру? Продай одежду. Как это было-то? Было с филетового цвета майка блестящая. Слушайте, в то время можно было это чудить, конечно, по-другому. Сейчас в Ютубе легко можно все это найти. Поэтому я думаю, что наши зрители все это посмотрят. Айлендерс, Питтсбург. И вы начинаете ломать немедленно. Ну, не ломать. Абсолютно безупречные силовые приемы. Ягор, там, по-моему, Лемье сразу прилетело. Откуда все это взялось? Как так началось? Ну, во-первых, я, наверное, все время так играл. Только хоккей более физически. Но когда я приехал в Манхэл, мне так понравилось. Потому что площадки были меньше. И легче было это делать. И получилось так, что... Я думал сначала, что я был более атакующим планов защитник. Когда я приехал, я начал всех бить. Меня поставили сразу в оборону, чтобы был оборонительный планов защитник. Ну, легко было это делать. Понимаете, играть в свой хоккей – то же самое, что забивать голы. Надо иметь талант, во-первых. Во-вторых, надо это искать, читать, игру. Это просто так не получается. И надо иметь хороший физик. Потому что даже сейчас, когда катаешься, начинаешь толкаться, сразу ноги встают. А представляете, надо минут 40 секунд, минуту это делать, бегать туда-обратно. И я пытался это ловить, читать. Но там без разницы был, кто катит? Нет, мне все равно. Самое, что было... Вот Яшина спросите. И он раз так дал, что ему мама даже спустила. И сказал, ты что, с ума сошел? Вот. Не, а имя не было, друзья. Если в другой команде играешь, я бил всех. То есть не было такого, что этого нельзя трогать, этого нельзя. Нет, если скажут, его не трогай. Мне рассказали, мы играем в Альдерс, первый год. Мы пятый день ведем против Торонто-Миполис. Там был такой игрок, Вендел Кларк. Ну, такой Товгай, но он может подраз, там, он такой здоровый. И мне говорят, только его, пожалуйста, не трогай. Уже третий период. Не надо, пожалуйста. И на следующую смену выхожу, я ему как дал. И сразу там драка, пять на пять. Все дерутся. Ты что, с ума сошел? Зачем ты его трогаешь? Потому что люди понимали, если кого-то бить, при таком ситуации, как результат, такой пять-один, все сразу это начинают беситься. И я все время даже на митировках бил ребят. Я дрался с ребят на митировках. Со своими? Да. Зачем? Ну, толкался с ним, мне не нравилось. Представляете, ты, молодой парень, начинаете бить на митировке. Динамо-то не делал, я только делал Динамо-2. А когда приехал в Анхелл, я никогда не играть нельзя что-то делать. Я все время делал. Ну, как ребенок, да. Но вы пускали защищаться или бить? Ну, я играл против хороших нападающих. Потому что более защитного, но более физически, да. Я думаю не то, что боялись. Но все равно неприятно, когда знаешь, что ты можешь что-то накатить, тебе надо все время думать. Не можешь просто кататься, голову пустить. Я играл первые сезоны против ведущих игроков. Ну, не было ощущения такого, что все уже тебя боятся. Все понимают, что он уже по-другому играет. Что они не могут голову пустить. Я не думал такое вообще. Я знаю, что меня все ненавидят. Это 100%. Потому что боятся. Я думаю, никто не боится тебя. Просто люди... Я думаю, не один хоккеист там выходит. Думает, ой, сейчас меня стукнет. Просто надо иметь, знать. Ну, мне говорили ребята из другой команды, когда установка шланга груза, Блин, смотрите, когда Каспальцов на площадке, чтоб голову не опускали. А то может получить. Ну, была такая установка на игру. Но вы же... Я не знаю, как это обвинение, не обвинение, но констатация. По сути-то вы закончили карьеру Линдросу. Ну, не то, что закончил, но... Ну, сколько там с трясением сделал? Ну, я первую сделал. Потом это я уже... Я вот тоже помню Линдроса. Да. Прям... Так вы же на молодежке еще пересеклись. Вот тот самый немецкий, он за канадой играл. Да, мы играли вместе. Да, да, да. А потом вы ему там... Я скажу про молодежку. Когда мы выиграли канадцев в финале, что-то 7-1, мы их там просто порвали. И Аня на олимпиаде, когда мы выиграли олимпиаду на финале, да, канадцева выиграли. Я... Мы так много выпили там. И мы как раз гуляли с канадцами. И Линдроса мама была там. И я с ней, помню, танцевал весь вечер. Вот. Может, что-то такое получилось, что... Ну, потом в будущем за карьеру Михайло получилось, что... Я постукнул нечаянно. Но я помню до сих пор, что была Линдроса мама на вечеринке, и мы с ней танцевали. Ну, слушайте, бывает, какие-то игра... Наверное, плохо танцевала. Я никогда не пытаюсь там нанести травму кому-то. У меня не было цели. Конечно, хочется сделать больно, но не чтобы без травмы. Вот. И не думаешь про это. Вот там надо его расколоть, чтобы он... Ну, ни разу такого не было. Или было все-таки, когда... Не, раньше было больше позволено, да, я так понимаю? Потому что если берешь такие биографии великих, да, вот там, условно, Рой Кин, он писал открытым текстом, когда он шел ломать одного из сити игроков. То есть там, кто-то ему насолил, он прям шел убить. Не, ну, во время игры, конечно, хочешь там кого-то... Когда бесишься, там, да, не думаешь, там, хочется ему дать так, чтобы он это... Ну... Или что-то было ему, или это... Но не думаешь про это перед игрой. Я хочу вот этого Линдресу сделать сотрясение мозга. Про это не думаешь. Просто это по порядке вещей, когда играешь такой... Спорт-хоккей, даже футбол. И это агрессивный спорт. И все время получается ситуация, что... Почему нравится хоккей? Потому что ты можешь свою агрессию вылезти, как говорится, выплеснуть легально. В футболе этого нельзя. В футболе там... Я вчера смотрел повтор какой-то игры, кто-то зажигалкой попал кому-то в ребро, там игрок праздновал, и он упал, как будто его застрелили. Зажигалкой, вы представляете? Я иногда показываю видео, ребятам футбол и хоккей. Какая разница? Там хоккеисты ломают нос, зуб, вылетают, не встают, играют дальше. А там футболисты, там что-то головой друг другу ударились, там как будто убили его. Но это... Это культура просто. Ну, да. Он выиграет с Ванкувером, он говорит, Буре, стоп хим, там, как хочешь, но стоп хим. Не, ну не говорят, там, убей Буре, просто говорят, надо бить его, ему не нравится эта игра, когда против него графический. И бывает, когда вот плей-офф, и некоторые игроки, которые талантливые, пропадают. Потому что игра, когда плей-офф начинается, она более физическая. И не бывает такого более расслаблительного. Ну вот проявшина так говорили, кстати. Ну проявшина не знаю, но... по его контракту, который присылал с него календра, все, думаю, его отселили. Нормально. Отселили. Самый тяжелый соперник, вот, Михаил, персонально, с которым было играть. Игрок? Да. У меня никогда, наверное, Леша Ковалева тоже тяжело было с ним играть. Потому что он техничный был, обыграть мог тебя просто. Я помню, даже он мне первый гол забил. Мы играли в Нью-Йорк Рейнджерс, он замахнулся, показывал, что будет бросать. Я шлёп под шайбу, меня объехал, и забил гол. Мне так было стыдно. Вот. И я помню, ну, игроки обычно техничные, тяжело. Ну, слушайте, у нас даже... Не было желание ему втащить потом, после этого? Нет, я ему втащил в детстве. На тренировке, да. Ну что? Да он вот так все время возился, и начинает бесить, как Дашу. Стряхнул, да? Сейчас кульнул, поехал. Плакать. Плакать там, тренером. Ты что? Как плакать? Ну, в серьезном смысле. Мне было 14-13 лет. Конечно, будет плакать. Не, нас учили раньше, а какие учили? Например, если человек видишь, опущен головой, надо его бить. Какой это был талант? Поймать кого-то с опущенной головой. Сейчас уже этого нельзя, кажется. Ну, иногда. Да. Ну, можно, но сейчас смотрят, как будто уже два года тюрьмы получишь, и еще что-то будет такое. Когда вы переходили с команды в команду, вы приходите в питьбург, да? И там те, кого крошили, только что, как они встречают вас? Не, ну это да. Первый раз, когда меня поменяли, не вокальный, и в пизду. Меня в пизду и вообще ненавидели. Просто ненавидели. Это думали, что я просто самый плохой человек мира. И когда мне позвонил генеральный менеджер, сказал, что меня поменяли в пизду, я думал, он пошутил. Вы что, с ума сошли? Как я там буду играть? И я помню, первый день приехал, и зашел раздевалку, как будто мальчик, который там натворил столько дел с опущенной головой. Говорю, здравствуйте. Говорит, о! Вот, смотри, этот, который нас все время бил, сейчас у нас. Это кто так начал? Ягар, говорит, нам придется одевать нагрудники на тренировку. Вот. И по аниме я приняли, так прикольно было. И атмосфера была, конечно. Там Лемью был и все. И перейти с Алендерс, в Питтсбург, в которой Алендерс в команда плохо играла. Питтсбург в то время была солидная команда. Я помню, мы там все играли в карты, там, ну, как будто это, такая атмосфера была расслабительная. То есть, никто зла не держал, понимали, что это игра, это профессионализм. Нет, никогда хоккей, это просто первое обменное. Они, конечно, неудобно. Я думаю, я всю жизнь буду играть в Алендерс. Меня там сильно любили. И получилось так, что меня поменяли. И меня в Питтсбурге сразу полюбили. Я помню. И до сих пор я был в Питтсбурге недавно. Там просто люди. Про меня только это. И говорится, даже вот когда идешь в Питтсбурге новое арене, там есть фотографии старых игроков, кто раньше играл. И там пару раз можно найти меня даже. Так что приятно, что я сыграл там 6 лет, конечно, больше всего в Питтсбурге. Но мне понравился этот город. И вообще болельщики. И они, наверное, более чувствовали себя ближе ко мне. Потому что я был такой рабочий игрок. Там все время играл в полную. И Питтсбург такой индустриальный город. И не более. Ассоциация была наподобие Мачесу-Сити. Вот. Люди рабочие. И работают на благо народа. Расскажи, знаешь, о чем. Ну вот я, например, вырос на фильме «Бра-2». И для нас это прям эпоха была. И когда ты там снимался, вообще о своих ощущениях. Просто мы смотрели, когда вот этот момент, когда ты подъезжаешь к Бортику, я до сих пор там был. Ну я, во-первых, не знал вообще, что такое «Бра-2». И я знал, что «Бра-2» был фильм. И нас попросили просто сделать. Это был один кадр. Там не было там 20 кадров. Но его номинировали на «Оскар». Нет? Я не знаю. Просто не думаю. Просто я получил, если знал, что будет такой популярный фильм, я бы больше поговорил, что-то рассказал бы. Я не знаю. Ну и так получилось, что когда-нибудь подъезд, скажи там привет, до свидания. И я это что сказал, я сам придумал. А, давай. Потому что нельзя было говорить свой фильм. Ну портилось так, что... И это вообще проходило дело не в Пизурге, а в Чикаго. Если вы смотрите фильм. Мы даже в Чикаго, да, уже в Чикаго приехал, правильно? А это был в Пизурге. Вот. И это было перед игрой, прямо разминка. Прямо на тренировке? Нет, перед игрой. И утренняя разминка, пред игрой. На раскатке. На раскатке, да. И это заняло, не знаю, минут пять, они-то сняли кадр и все. Ну это сильно было. Не, ну да. Сейчас, конечно, есть что-то показывать. Особенно в русском делать. Ну вот там в уборщицу шаг бросали, говорят. В уборщицу? Ну да. В стекло. Она осталась на этой незнании. Во время фильма? Ну не во время фильма, а во время съемок. Там была история, что вы там что видели? Да мы все время что видели. У нас одно во время в Физурге была команда, не было ни у американца, ни канации. У нас были все европейцы. Русские, чехи, шведы и филы. Ох. Да. И тренер был у нас чех, Иван Глинка. И у нас просто был такой, этот, дурдом в команде. Ну что, ну расскажи, что за дурдом? Ну просто, во-первых, никто не говорил по-английски в раздевалке. И, кажется, было пару американцев, они чувствовали себя просто неловко. Там чешский уголок был, русский был уголок. Потом там финн, швед, и там два канадца в команде. И такая была интернациональная команда. И было прикольно. Когда Лемю закончил, и у нас был такой европейский состав, и мы хорошо играли стали. И, ну, необычно иметь столько европейцев в одной команде. И было весело. ходили в кино все время. Чехи пытались по-русски говорить все время. Ну, а в NHL дружат между собой? Ребята? Ну да. Ну да, конечно. Не все. NHL все нормально. Все в одной команде играешь, все нормально относятся друг к другу. Ну, просто у меня во Франции вообще никто не дружит. На тренировку пришли, отработали, все. Просто как чужие люди. Разошлись. А на выезде? Ну, то же самое. Какая разница? Ну, просто ни с кем вообще даже не общаешься. И, ну, я там чувствовал после России, там, как странно. То есть из-за этого многие очень возвращаются назад. У тебя нет круга общения. Они на тренировке отрабатывают полностью. Хорошо все, работают. Но раз и как будто чужие. Все пока. Счастливо. Там ни позвонить, ни смс-ку, ни поужинать, ни в клубку отсходить. Ну, не знаю. Не, у нас обычно команда была воплощенная. Да? Везде где. Ну, это самое прикольное, что играешь, когда в спортивный командный вид спорта. Это, конечно, раздевалка. И это общение с игроками. Там идти на ужин. Ну, там менталитет же другой все равно у американцев. Может, сейчас поменялось, не знаю. Ну, вот, наподобие, когда играл в Рейнджерс, это играл наподобие такое, потому что с Нью-Йорка до Рейнджерс играл, там все жили в разных местах. И не было такого сплоченности, как в Питтсберге, например. Потому что Питтсберг в маленький город. Там можешь пойти по тренировке, пойти там в ресторан и все вместе покушать. А в Нью-Йорке уже надо ехать куда-то. Кто-то жил в Нью-Джерси, кто-то жил в Лонг-Айленде, кто-то жил в городе, кто-то за городом. И не было такого общака, как, например, в других командах. Ну, у нас было сплачивание всегда, да? Юрий Павлович, знаешь, как делал? Игра заканчивается. Мы выезжая из стадиона, он останавливался возле Ларька, покупал два ящика пива, вся команда ехала, пила пиво. Юрий Павлович на свои? На свои. Два ящика пива? Конечно. Ну, там, конечно, штрафные, там была касса. Понятно. Ну, да, это помогает. То есть нельзя было уйти там куда-то в одного. И все знали, что у нас единый коллектив. Это классно. Вот тогда очень-очень часто показывают, в 90-е, я помню, прекрасно, какой-то другой мир был, что внутри команды происходят какие-то совершенно фантастические движухи. Ну, рассказывали самое простое то, что там или скотчем заклеивали лезвие, человек выходил, падал, или в полотенце добавляли крем для обритья. И я самое страшное видел, когда вынесли всю обстановку номера, человек спел, спал, вынесли на кровати, всю обстановку номера в коридор вынесли. И он просыпается в коридоре. Что-что такое было еще в Энхайланд вот из этой серии? Посвящение или не посвящение? Ну, ребята прикалываются все время. У меня, я помню, купил первые кроссовки Nike. Красивые такие пони были. Я пришел в раздевалку, и там были тумочки, открываешь, и я кроссовки хотел надеть, они как будто кто-то их приклеил. Прямо с нуля кроссовки. Я такой, раз, они прибиты, они мне гвоздями прибили эти кроссовки в тумбочку представляете. Еще раз, я помню, опоздал на тренировку, уже так быстро одеваясь, одеваясь шлем, и там они вазелином намазали. Ну, или обычно у нас в хоккей режут шнурки. Когда начинаешь опаздывать, начинаешь затягивать шнурки, не рвутся. Ну, и ребят прикалывали, когда еще летали, они чартерами, это простими авелинами, и там ребята после Будуна спят, и ему туда можно было в трусы, в трусы, в штаны, в зубной пасты накидать. Тогда было очень плохо. У нас был случай тоже, мы тоже налетели, когда, ну, летаешь там, кто-то уснул, кто-то чуть забыл, ну, приоткрытый рот, естественно. И там у администраторов всегда сигаретки были, и они сигаретки вот так вот ссалли, ну, чтобы у него это все сжалось. И все подходили, фоткались там вот так, вот так, ну, то есть это было так, смешно. И потом мы все это показывают по телевизору, делали нарезки, на установке там, давайте покажем, что там было. Ну, так, чтобы разбавить атмосферу. Не, издевались в них, да. Раньше уже не было такого. Ну, а сами-то что делали? Я? Над вами, да, вазелин, понятно, шнурки, а сами-то что-ли? Да, это... Я иногда машины воровал, блядь, брал ключи, и отвозил в другое место. Там они в машине, нет. Так, может, он похватит. Не, я прикалывал все время, я был такой приколист, я все время играл музыку в команде, был диджей, да, в любых командах я все время захватывал это. И делал, где раньше же не было айфона, это IPI, как это называется. Сначала было делать CD CD, там писать, что-то скачивать, это я серьезно занимался, и все время это, пытался сделать музыку для всех, у кого там country music, рэп еще тогда не так был популярен, и вот так я пытался это, войти в состав. И, ну, я так любил пошутить. Русские песни были? Конечно. Нас в годах в Пизу, в то время, у нас он играл, не русские эти были, либо не им, их казачок там, это Распутин, это все дела. И у нас все время после игры один парень, сейчас он генеральный менеджер Монераль Канэйденс, Марк Берджин, он все время, когда мы вывели в Пизу, в другую игру, он все время заходил раздевалку, мы включали свет, я включал Казачок песню, и он танцевал Street East. для игрока, который получил первую звезду. Он недавно, кстати, пишет, говорит, как эта песня называлась, русская, которую ты играл в раздевалке. Наверное, хотел Кабальчику поставить. А кто вас назвал Каспер? Недружелюбный, первый. Не, ну, в Америке принято, например, Каспаратис, во-первых, я не знал, что моя фамилия в Америке звучит как болезнь, вот, потому что в Америке все называемое, айтис, это все болезни, бронхит, бронхитис, сифилис, сифилитис, нет, серьезно, и я-то сначала не понимал это, и я помню первый раз, когда я приехал в другую, когда я начал играть только в стиле, там приехал один раз, или в Сан-Хосе, или куда-то, и было написано, что за болезнь Каспаратис, вот, когда она дезисис Каспаратис, я такой сижу на скамейке, я говорю, а что такое, не пойму, какой я дезисис, какая болезнь там, а он говорит, ты не понимаешь, что твоя фамилия звучит, бронхит, бронхай, ну, как, то, что не знаю, да, как болезнь, я такой, не фигас, мне так было стыдно, и даже сейчас за своих детей просто боюсь, потому что у них в холе называют, понимаете, айтиз-майтиз, и получается, что в Америке все и укращает, например, Каспаратис назвали Каспар, и получилось то, что Каспар это, какая-то есть привидение в мультфильме дружелюбное, и я помню, мы игрались в Devils, и что-то сказали, что я не дружелюбное, наоборот, что я не дружелюбное поведение, unfriendly ghost, и так получилось, что, и потом на этом Каспаратис было очень много, я помню, в Писбурге было большое табло, на дороге написано нет лекарств против Каспаратиса, и такой вид, клюшки сломаны, перчатки лежат около ворот, знаете, написано, что нет этого лекарства против Каспаратиса, ну, так получилось, что иногда мое имя звучит, на человека как доктор хожу, все время пытаюсь не говорить, сколько фамилии, не, обрати меня, другой был, не Каспар, знаете, как имя звали, Ганс, почему, не знаю, спросите у них, Васильич, на вреду, можно даже вон, потому что, в то время, читали прибалты, давайте позвоним, мы узнаем, в Прибалтике, были, как будто мы воевали за немцев, и меня назвали Ганс, облетели, меня звали Гиренос, Гиренос, это летчик, который прилетел, был такие два летчика, Дарис и Гиренос, они прилетели из Америки, в Атлантический океан, и между, это в 30-х годах, они уже до Литвы почти долетели, и немцы их сбили, это герой вообще Литвы, называется, Дарис и Гиренос, и меня в Литве назвали Гиренос, потом я приехал сюда, в Россию, меня звали Ганс, до сих пор меня, Гюня, называют Ганс, как дела, просто узнаем, почему, да у нас спит еще, да с чего, 22-ое, суббота, в связи с травмами, Дарис, вы веган? Да. Это как вообще сочетается? И когда вы стали? Ну я, во-первых, эта история была, когда мой отец заболел раком, это кишечником, я решил не есть мясо, и молочные продукты, но до этого я ел, только, ну как, продолжал еть рыбу и яйца, и потом, я обращал много статей про это, и решил стать, не веганом, а более, как говорится, растительная еда, веган это более движение такое, там нельзя, кожаные ремни, в машинах нельзя ездить, на кожаных сидений, и я получил просто, почувствовал себя хорошо, и меня зацепило, как его зацепляют после хорошего чая, меня зацепило. Ну это, это, я так больше понимаю, что это здоровая еда, то есть отношение именно к здоровой пище, правильно? Ну и, не, не обязательно, веганы не обязательно могут быть здоровой пищей, веганы тоже есть много, можно есть и всякие печенья там, и конфеты, и есть чипсы всякие, я видел веганов, я не раз в магазине ходил в Майами, и зашел, и такая женщина была килограмм триста, и выбирает батончики веганские, я тоже выбираю, я спрашиваю, который хороший здесь веган? Я говорю, а вы что веган? Я говорю, да, я уже три года, я говорю, что ты ешь, что еда? А может быть есть весны веганы, нет? Да я не думаю, мне просто, я серьезно, я никогда никому не говорю, что это вот это, но мне это понравилось, и я чувствую себя хорошо, и мне много энергии, и я все время, как говорится, не то что, и еще мне понравилось еще, что на веганские день можешь кушать постоянно, и не толстеть, ну потому что ешь там зелень, фрукты, все время, а так представляешь, там надо будет колбасу есть, сосиски, всякие там это, на энергии не уходит? Я думаю нет, ну у меня, я думаю я похудел, но может мышцы не такие стали надуты, надуты, ну, конечно не толкает, там сейчас под 100-120 кг, от груди, но думаю это тот же самый возраст. Но можно представить, что играешь в хоккей и веган? Да, я серьезно думаю, если я бы это нашел 20 лет назад, я бы до сих пор еще играл. Ну я вот на сборах попробовал, честно, без мяса, вообще без ничего, то есть на такой, ну у меня какая-то странная агрессия была, я постоянно с кем-то там, рамсил там, бил кого-то на тренировках, мне хотелось вот это, какой-то непонятного выхода энергии, сюда хотелось мяса. Да? Ну да, и мне не нравилось состояние, я потом начал есть мясо, и все нормально, все равно вывернулся. Но силы были, но честно говоря, я не понял. Не, ну можно представить, ты там веганские рестораны в Майами, магазины, но сейчас вы едете... В Тулу. Да, на Московск. В Тулу сейчас это хорошо. Ну, Ружа, какой веган в Туле? Ну там есть магазин, карусель, кажется, называется. Туда идешь, покупаешь огурцы, помидоры, и вот так, питаешься почти, и гречка там еще есть. Так что, слушайте, не знаю, мне пока агрессии такой нету, вот, но и мне это нравится, и я считаю, что немного поменялось из этого, и как себя чувствую, и что я делаю, и вообще позитив. Ну ты не уходишь прям глубоко в духовность, йога там, в просветление, нет? Пока нет, нет. Но я хочу научиться медитации, потому что слышал, что это очень помогает успокаиваться. Я вот медитирую, да. Ну мне люди сказали, которые все время научились, это вообще тоже меняется очень много, как ты смотришь на мир. Я это не могу понять, конечно. Поехали со мной на Бали идти покажу. Ну а шесть детей? Ну вот, да, потому когда в доме большой галус, и ты можешь уйти в себя, как говорится, перейти и вернуться обратно, пока я не могу этого сделать, потому что тяжело. И я слышал, что с медитацией очень люди могут это сделать. А шесть детей, это какая-то цифра, вот, хотелось шесть детей иметь? Или это, ну, как так получилось? Нет, я вообще никогда в жизни ничего не планировал. Вот. Мне никогда не хотелось иметь друг жен. Ну так получилось. И то же самое. Я думаю, я думаю, что у меня всю жизнь не происходит, это, я никогда не жалею ничего про прошлое, потому что, где я нахожусь сейчас, если прошлого не было, я бы не находился здесь. Правильно? И там говорят, о, ты там, это, ну, вторая жена забрал, там, 3 миллиона долларов, первое там, 4. И это если не было, было у меня больше денег. Правильно? Но то же самое, и мне не было такого, такой жизни, которая у меня сейчас есть. Много детей, но денег нет. Вот. Но это нормально, потому что я больше получаю удовольствие, больше спокойнее в жизни, и больше нахожу кайф от этого, что у меня вот получилось, так что я могу участвовать, воспитать своих детей, что мне не надо куда-то бежать, ехать, куда-то там играть, работать, потому что это все-таки хорошая вещь, быть в жизни своих детей. мы часто вот этот момент поднимаем, да? Да. Когда появляется девушка у спортсмена. И когда свадьба, то есть забывает он о карьере своей, мешает ему или нет? Мы каждый раз спорим, потому что кто-то говорит, что у тебя сразу на год просто пропадает вся история, да? Да, вспомнил, он повлечен сказал, что вот у меня Лариса, и мы, говорит, и поехали всю свою карьеру. Да, и она поддерживала. Другие говорят, что он женился, и на год просто пропал. Нет, кстати, бывает, но я заметил одну вещь, когда ребята молодые женятся в начале карьеры, и много после карьеры они разводятся, потому что... Видит одно? Да. Когда заканчивает, видит другое. Нет, серьезно, это очень серьезная тема, потому что мало из ребят, я кого знаю, с кем играл, я хоть умный был, развелся во время карьеры, вот, и не ждал до конца. А так, я думаю, что это большая проблема у всех спортсменов, потому что, когда ты находишься в деле, и дома не надо быть, ты можешь уйти в раздевалку, или там куда-нибудь в другое место, а когда ты не можешь от этого уйти, получается, что попадаешь... Ну, в случае просто попадались конкретно там другие, когда видит хорошую жизнь, да, в процессе, и потом, когда кончается карьера, они видят, ну, немножко там... Жены. Жены, жены. Что не так, все просто, и уровень жизни падает, ну, как бы ты должен дальше жить. И они говорят, ну, я не хочу терпеть, я привыкла к этой жизни. Да. Ну, и это... Как это называется? И что делать? Ну, разводиться. Или не жениться? Или не жениться? Ну, я думаю, лучше... Но нельзя... Нет, я думаю, что никто не может это сказать, потому что люди, как говорится, все делают на эмоциях, наверное, и думают, что это будет на всю жизнь. Я предлагаю сделать сковор, чтобы было понятно, что будет дальше. Нет, ну, слушай, действительно, ну, вы стали руководителем хоккейного клуба, у вас такая ситуация, есть суперзвезда, да, и вы видите, что за ним тетя, и вот одна из тетей все его забрала. Но явно уже будет какой-то разговор, ты там подумаешь, что это же повлияет, и какой бы совет дали? Я думаю, я не имею права давать людей, кто управляет командой, про личную жизнь, потому что, почему отличается, не знаю, хелтом, потому что, что творится у тебя за раздевалкой, это не командное дело, если ты только ничего там не делаешь, там какие-то плохие дела, а если есть девушка или мальчик, ну, у кого-то, может, есть, не знаю, просто это его выбор, игрока самого, и, конечно, они не скажут, вот, ты плохо играешь, потому что женился. Но они же следят за имиджем, он очень важный имидж. Не, ну, правильно, даже был большой этот конфликт, когда в команде две жены поделили там какие-то вещи, одна написала там такую штуку на инстаграме, что у Карлсона, защитника шведы, у жены был выкидыш, а жена Хоффмана написала, что это заслужило, что она там суть. А я слышал ответы, это, конечно, жесть вообще. И они, прямо, команда их обоих поменяла, из-за жен. Вот это и бывает, конечно. У вас из-за жен кого-нибудь поменяли? У нас жены были дружные все. Не, не было, слава богу, не было никаких конфликтов. Потому что, ну, это опасная история, потому что есть прецеденты, когда, ну, были такие ченджи, то есть собирались там в командах, и раз вот, пообщались, пообщались, и они так, выход на замену, просто поменяли с женами и дальше поехали. В смысле? Ну, как-нибудь потом затронем. Ну, так вот, были такие истории. Ну, это хорошая вещь. Ну, просто один с этой, другой с этой. И решили, что нам интересно. Общались с семьями? Я просто знаю одну вещь, что у меня есть очень знаменитый вратарь, не знаю, буду говорить, я буду говорить, он играл в Нью-Джерси, вратарь. Он... Там один знаменитый вратарь был. Ну, там, давай не говори, кто его зовут, но все я поймёт. И он, у него жены была сестра, и он начал с сестрой, и потом развелся с женой, и на сестру ушел, женился на сестре, представляете? Макиналка. И у нее дети есть с одной сестрой, или дети с другой? Бывает. Ну, это, кстати, традиция, вот индонезийская, когда, например, ты женишься на одной женщине, и она не может иметь детей, то ты автоматически тебе разрешается жить и спать с сестрой. И от нее... Да, ну, чудовищно, по-моему, как. Обычно это женщина, одной женщины, и можешь иметь детей, и потом она это ничего не даёт, и тебе надо жениться на другой, чтобы давала. И потом она тоже сам осталась с другой, потому что... Женщины вообще смешные. Я знаю, что женщины сначала дают все время, а потом надо заслужить. Да? А где граница? Когда начинается? Ну, не знаю. Начинается где-то после, наверное, четырех лет. Слушайте, опять же, вы начали говорить, что там... И чуть живые возвращались. И... Я имею в виду, там, после... Гульбы. И... Ну, вообще, столько всего было странного. И наркотики, наверное, были. И все это было. Ну, таких наркотиков не было. а я по своей истории вы скажете, что я нахожусь, как говорится, сам... Я не пью, и это уже 9 лет. Вот. И я сначала, когда приехал, я начал чудить, конечно, там, пиво. Это все... Фейк айди, как говорится по-русски. Ну, не пускали же бар. Мне было 21 год. Я сзади бросил пить 21 лет. 21 год в Америке бросил пить сначала. Я не пил почти до 36 лет. Вот. Но это... в своей карьере, когда я играл за рейнджерс, мне было много травм. Я начал пить таблетки, которые обезболивающие. И я такая, я не знал ничего про них сначала. И я понял, что, типа, это как наркотик. Зависимый. Зависимый. Я стал стать зависимым от них. И это было тяжело. Мне, конечно, время было такое тяжелое. Я не понимал, почему. Ну, не мог самое понять. Но потом понемножку из этого выкоропытался. И... И были, конечно, тяжелое время. Мне не было. Я понял. Но вещь понял в своей жизни, что умеет за болезнь зависимости. И что я не могу и пить, и ничего такого делать. Что это, кстати, даже легче жить. Потому что, ты знаешь, что у тебя есть. То же самое, что у человека есть диабет. Ты знаешь, что у тебя есть. Это называется болезнь. И есть люди, которые этим больны. И я не понимаю, не могу. И как? что я это в жизни не буду. И потому что знаю, что мне это нельзя. И мне так легче жить. И я вообще просто осознал это. И 9 лет назад, я помню, после 2 февраля 2011 года, я это полностью, как говорится, решил. Больше это не прицелять своей жизни. Ни таблеток, ни алкоголя. И с этим не просто справиться. Не каждый человек с этим справится. Не нужна помощь. Есть специальные группы, есть специальные собрания, есть специальные люди, которые тебе помогают. Да, один человек с этой болезнью не сможет справиться. Потому что это сам болезнь. Болезнь, кстати, приходит не потому, что ты там слабый, ты не можешь не пить. Это вообще идет из головы. И ты можешь из одной привычки перейти на другую. Это надо работать над собой. Потому что некоторые люди перестают работать над собой. И обычно это получается так, что есть люди, которые вырастают, например, 19 лет, он стоит 25, 25-30. А есть люди, которые в 16, не могут спать, потому что я ехал из дома очень рано. Может я перестроил сразу же, да? На взрослую жизнь. Не можешь стать взрослым. Ты ведешь себя как ребенок. И это... Серьезно, если... Мне что хорошо, я подумал, что это понимаю. Есть жалко и людей, которых много, особенно спортсменов, после их карьеры, которые успевают и поканчивают жизнь самоубийством. И потому что они могут понять, что проблема это между двумя ушами. И надо над этим работать, конечно, тяжело. Поначалу. Но когда это понимаешь, это всю жизнь надо работать. Это нет, как говорится, финишной линии. Я знаю, что это будет мы всю жизнь такая все время. И я думаю, что ничего от этого не поменяешь. Но это большая проблема в нынешнем поколении. Поколение. Ну, будешь деньги, молодежи. Да, и после конца карьеры. То есть, это прям серьезный вопрос. Да, люди... Если я когда-то не пил, по-моему, время Ван Хелла, когда я играл, все удивлялись. Даже я помню, приехал в Россию, я уже не пел, и мы встретились с тренерами, которые динамо были там, все руководители. У нас был банкет. Это было в девяносто пятом году, и где там пьют, а я не пью, стою там, и мне подходит, что ты не пьешь? Я не пью. Он говорит, ты что, с ума сошел? А как ты расслабляешься? Представляет, тренер тебе говорит, что надо бухать, как будто это расслабляет тебя. Ну, я не знаю, я так расслабляюсь. У нас уже заложено в этом, если ты не пьешь, значит, ты не такой, как бы ненормальный. Но это раньше было, да, как будто ты как-то чехнутая. Продозрительно. Я так прояжно думал раньше. Потому что он не пил, думал, что да. Слушай, я в семье думал, у меня друг был веган, он говорит, ты что, с ума сошел? Ты что, посмотри на себя. Ты что, дурак, что съешь мясо, е-мое. Мясо свое брал, он приносом, понимаете, это показывал. Я Леху, первый раз, тоже напоил в Динамо. Я говорю, ты что, давай, ты что, не мужик, что ли, выпей давай. Потом на него там, носил на себе. Повез его в ресторан, или в бар, называется Night Flight. Он просто обалдел, 15 лет. Для иностранных клиентов. Да. Не, ну все проходим, слушайте, хорошо, что есть люди, которые могут это контролировать, я этого не могу. Ну, нужен стержень большой. Я раньше это пил, а в детстве, не в детстве, молодости, я думал, что это я звезда Голливуда, это, я живу в один раз, в последний день, все. И, ну, я всю жизнь понял, что это не мое. Я даже понял, когда был молодой, первый раз попробовал алкоголь, и мне сразу понял, что это прикольно, что я расслабляюсь, что я был такой крутой, становлюсь чувак, что мне ничего не страшно, и я все время это чувствовал, как пытался поймать. Например, если там, мы не пили же каждый день в спорте, правильно? Там раз в неделю тебя выпускали, и вот это, конечно, было как будто, знаешь, начало как это, бездумие, все время думаешь про этот день, вот пойти там, потусоваться, почудить, но это по молодости тоже. Я помню, все время я ввел дневник, почти не знаю, был мне дневник, 18 лет или там, 17, я все время писал, мне надо бросить пить и экономить деньги. Ну, серьезно, денег даже не было. Две строчки все время, каждый день? Самые главные мысли. Почему это сделал, ну, зачем это надо было? Все, завтра новая жизнь начинается. Ну, ладно, что у меня это не конета. Это было почитать, сейчас было прикольно. Я думаю, ничего не поменялось. Ты меня чаем угощаешь, а я тебе сейчас дикой нативочкой угощу. Смотри, кинетик, специальный спортивный напиток. Вот, после тренировки очень потребуется. Ну, я тебе скажу, это вообще в тему, потому что мне сейчас играть две игры хоккей подряд, и мне понадобится энергия. Вот. Тебе в дорогу, романтик. Спасибо. Мне пару бутылочек еще можно? Да. Как вы поняли, что все, хватит с хоккеем, надо завязывать? Я до сих пор не понял. Нет, смотрите, я скажу одну вещь. Я хоккеист ушел, потому что под травм, у меня были травмы, и мне сказали, что мне нельзя играть больше, потому что я порвал пах четыре раза в тот же сезон в СКА, и я уже решил делать пятую операцию, и мне сказали, что у меня разошелся тазовая, не тазовая, кость посередине, и сказали, это там надо сбивать шурупом, потому что у меня ноги большие, у меня что-то опять оторвется. Мне тогда было тебе 36 лет, и сказали, лучше же, зачем это надо делать, чтобы играть еще два года, и я решил закончить. Ну, было легче закончить, потому что был еще не в таком состоянии, нормальном. Я был, как говорится, и выпивал, и там, ну, как-то, знаете, это весь стресс, я думаю, перешел в другое, но мне повезло, что я закончил с хокеем в 2009-ом, где-то в 10-ом, в 11-ом я нашел трезвый образ жизни, и понял, что я до сих пор хоккею люблю, я играю, и получаю большое удовольствие, но когда я выходишь в сбор в Литвы, когда я играл два года назад, я понял, что это не то уже, все-таки с возрастом теряешься, теряется это, как говорится, не такой голодный уже, не хочется, стесняешься бить людей, понимаешь, когда у тебя шесть детей, ты ездишь, бьешь молодежь, никуда, е-мое, все равно, иногда бью, даже людей, вот если сам играл бы, если мне не понравились, я мог бы их хотеть, мы стараемся, понравиться, я расскажу одну историю, я играл во Флориде недавно, и меня дисклифицировали на две недели, просто приходишь на обед, и там люди собираются поиграть, друг с другом, ну так, никакой лиги, ничего, и я одного стукнул так сильно, что мы там чуть-чуть подрались, он еще 20 дней, не выбил, вот, и потом мне сказали, мне позвонили, сказали, не приезжаем, мы тебя на две недели не выпускаем на каток, ну скажи, представляю, дисклифицировали меня, и потом через неделю мне позвонили, сказали, Дарис, все ребята по тебе скучают, можешь приезжать, так что, как с Манчистос Сити, на два года, но мне только две недели дали, и поняли, что без меня это не интересно, и вернулся обратно, я такое понимание, я до сих пор играю, и когда играю, я все время много говорю, прикалываюсь над народом, когда выиграю, и когда я проиграю, и начинает беситься, и начинаю уже как-то, тем более, кто-то на другой команде играет получше, и начинает там меня бесить. А вратары что-нибудь говорите своему? Ну когда играли, да, вы уже общаетесь больше всего вратарем, наверное? Вратаре это личные люди, личность другая, мы пытаемся их не трогать, просто одни раз я ударил своего вратаря на чемпионата мира, потому что он плохо играл, после игры, Ильдара Мухаммедова, на молодежь, кстати, мы чехом проиграли, и когда уже идешь к вратарю, после игры, там знаешь, постучать, ему как дал. И сейчас? А, да. И потом Коля Хабибуллин стал вратарем первым, и мы выиграли первое место. И я один раз, я понял, сказал, такую вещь, что у нас вратаре так плохо играли, у меня журналист брал интервью, и я сказал, может нам надо вратарей обоих поставить, и связать лентой, и ворота их поставить. И ты представляешь, как они меня ненавидели, и деды вратаря на следующий день. И просто, ты что, во-первых, так говоришь, и так нельзя, и я просто понял, что с вратарями шить лучше не надо. Вообще не надо, да. Они просто... Другая каста. Не знаю, то же самое в футболе вратарей, то же самое в американском футболе, эти люди, которые бьют мяч, кикер, они тоже своеобразные. С другой планеты? Да. А им-то что? Ну, они, наверное, все время чувствуют дедовщину. Они чувствуют вины за пропущенные голы. Не, но они все время бьют, знаешь, ногой. Ну, вы с Штатчинником пересекались? Я с ним в школе учился. А ты помнишь его? Конечно. Мы уже учились в одной школе, 210-й город Москвы. Он был, мне кажется, на год старше меня, 71-го. И я помню, до сих пор Овчинникова помню, потому что, если идешь на втором этаже, слышишь что-то кричит, это Овчинникова. Кричный голос был такой... Командный? Да. И он все время такой... И я помню, когда я уже уехал, и потом, когда он играл уже и в сборной, и он достиг больших успехов. И с нас из школы много вышло спортсменов хороших. Майя Мария Бутырская, фигурист, который учился в одном классе. Вот. И у нас много было ребят, которые в школе учились в этой. Это, кстати, одином далеко. года. Так, друзья. Ну, у нас очередной конкурс. Вот такое задание. Вы знаете, что Дарюс снимался в «Братья-2» в этой... Хотел сказать комедии? Не, не комедии. Но они все держатся там, на самом деле. Но весь фильм построен на этом сцене. На чем? На вас. В «Братья-2». Ну, карьера актерская очень быстро закончилась, и мы хотим предложить конкурс. В каком бы фильме, по вашему мнению, Дарюс снялся бы еще круче в роли? Ну, какой образ подошел бы? Поэтому называйте фильм, образ, и Дарюс выберет лучшего, и подарит вот этот Джеффси. Почему одиннадцатый номер, кстати? Хотел спросить. Ну, я так по... Потому что Собонис, Арвидас, был кумир Литвы, и получилось так, что, когда пришел в Альдрес, был одиннадцатый номер свободен, и я его одел, и получилось... Это, конечно, не особенный номер для защитника, особенно убрительного плана, но так получилось, что одиннадцатый номер я взял, потому что Собонис, весь кумир Литвы. Ну, теперь вы кумир. Я тоже буду участвовать в конкурсе. Я сам буду участвовать в конкурсе тоже. Так что, давайте в комментариях оставляйте свои, собственно, комментарии, и получите это замечательное Джеффси. С моим автографом. Да. Особенно я похож на брат Пита. После операции. И Денис Казанский. И Денис Казанский.